Рязанский турнир имени героя Советского Союза Фёдора Политаева в мире классической или греко-римской борьбы – событие знаковое. И дело здесь не только в его полувековом юбилее. Эти состязания всероссийские, а значит здесь можно получить, например, звание мастера спорта, правда с приставкой «ветеран». Впрочем, при всей своей брутальности эти схватки на татами несли в себе мир, как и китайские товарищи, специально приехавшие на турнир. Приветственное слово от них звучало на русском. Мы приехали из Москвы, как и китайская делегация, не просто вылили от поздравления, не хотим установить, отдать с Рязансской области. И все участвовали в соревнованиях, которые готовы нас содействовать в развитии дружбы между нашими двумя странами. Официально проведение турнира посвятили Дню Защитника Отечества. На ковер вышли борцы из 20 регионов России, а также белорусы, армяне и даже серб. Среди ветеранов значился еще и представитель Китая. Дружеская атмосфера превратила турнир в международный. Об этом и скажу, о патриотизме, о единстве братских народов, которые приехали сюда показать пример дружбы и сплоченности. На самом деле Рязань сейчас на первых местах в стране по вот этим спортивным стартам, именно по борьбе. Рязанское гостеприимство, впрочем, распространялось только на все, что происходило за ковром. В поединках же своих соперников хозяева турнира привечали не особо. Соперник серьезный, с республики Башкорстан. Мы сильнее, в Рязанской области сильнее. Но самое интересное было еще впереди. Ветераны Рязанской классики к поединкам готовились очень серьезно. Рязанская школа борьбы, она популярна не только в городе Рязани, но и по всему, по всей России. Также наши знают и за рубежом тоже. Международный турнир. У нас ребята есть победители международных турниров, первенств чемпионатов мира. Пока сейчас борьба показывает, мы выигрываем. Да, у нас ребята, и ветераны нас радуют, мои ученики, ребята борются. Я только рад за них. Я сам так, наверное, никогда не переживал, как за них переживаю. Впрочем, радости этот дружеский турнир доставил не только хозяевам. Армянские борцы, например, взяли 9 золотых медалей, а общекомандное первое место среди ветеранов в упорной борьбе досталось Ростовской области. Как это и предполагают гостеприимные дружеские состязания.